Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Для тех, кто впервые заглянул на канал, меня зовут Алла. Сегодня я хочу показать и рассказать вам, как можно совершенно спокойно и просто приготовить дома, в домашних условиях, вот такой замечательный косметический продукт, как рассыпчатая пудра. Вот видите, она у меня сейчас, я ее уже приготовила, но процесс я засняла. Засняла, который сейчас вам, собственно, и продемонстрирую. Я уже говорила, что в летний период желательно использовать, конечно, пудру рассыпчатую, потому что она как-то полегче, в общем-то, лежит на лице, да, не так сильно она нам это все дело, значит, закупоривает, да, забивает, поэтому минеральные вот эти пудры на лето очень хорошо. Значит, вот эта пудра приготовлена из подручных совершенно средств, которые, как правило, либо есть у каждой хозяйки на кухне, либо которые совершенно спокойно по низкой цене можно приобрести в магазине. Значит, вот такие пудры я вообще делаю летом, я вот таким образом развлекаюсь, да, потому что я, вы знаете, в общем, уверена полностью в составе, она подходит мне, я уже не первый раз делаю. Она прекрасно справляется со своими вот этими всеми основными функциями, плюс ко всему она еще и работает с кожей, потому что благодаря некоторым компонентам, которые входят в ее состав. Значит, сам процесс я вам сейчас покажу. Вы знаете, на самом деле, как бы можно приготовить вот эту рассыпчатую пудру не только на том, скажем так, основном компоненте, на котором я буду готовить. Можно еще использовать рисовую муку, можно использовать овсянку, но самый доступный и самый, скажем так, бюджетный и простой способ, это именно кукурузный крахмал, на основе которого вот сегодня я и приготовила эту пудру. И вот, собственно, что я вам сейчас и покажу. Поэтому, если вам интересен такой формат и вообще вот такая тема, оставайтесь, а я приступаю. Для приготовления вот такой пудры нам понадобится кукурузный крахмал, как вы видите. Далее корица. Я буду ее использовать для придания оттенка, хотя можно использовать и порошок какао. Они одинаково полезны в косметологии, значит, для лица. Также, значит, вы видите голубая глина. Можно использовать, в принципе, и зеленую глину, но мне больше нравится по свойствам голубая. Ну и вспомогает на всякие ступочка, видите, да, мисочка, где, собственно, будем размешивать перчатки одноразовые, ситечка. Ну и емкость, куда, собственно, пересыпем готовую пудру. Итак, я беру крахмал и просеиваю его через ситечко, да, вы видите. Значит, беру одну мерную ложку. Почему крахмал? Вообще, это незаменимое средство, противопоказаний у него нет. Рекомендован для всех возрастов, особенно для зрелой кожи, надо сказать. И он мощный абсорбент, что является, в общем-то, незаменимым свойством, да, при изготовлении пудры. Подходит как для сухой, так и для жирной кожи. В общем, регулирует выработку кожного сала, сужает поры. Ну, шикарная вещь. Дальше я беру также глину голубую. Опять же, я говорю, можно взять зеленую, но мне нравится больше голубая, благодаря ее свойствам, потому что голубая, она как нельзя лучше, опять же, подходит к зрелой коже, потому что помогает разглаживать морщинки и делает кожу более эластичной. Вот, также добавляю, видите, совсем чуть-чуть. Также просеиваю через ситечко и потом это дело все хорошенько перемешиваю. Как видите, ничего абсолютно сложного. В голубой глине, я еще раз говорю, что она также помогает увлажнить кожу и пополняет запас полезных веществ. Опять же, для любого типа кожи подходит, но больше для зрелой все-таки. Осветляет пигментные пятна и предупреждает появление новых. Так что, вот, и пригодится, кстати, всем, кто сталкивался или столкнулся с проблемой постакне или акне. Так что тоже имейте это в виду. Далее я уже добавляю тон в свою пудру, а именно корицу. Она мне будет придавать оттенок моей пудры. Видите, я как следует, надо ее растолочь вот в ступочке. Можно вместо корицы использовать какао, порошок какао. И тот и другой компонент очень полезный для кожи. Корица, она вообще содержит столько витаминов, которые способствуют регенерации нашей кожи, выработке коллагена, упругость кожи поддерживает, улучшает цвет лица, усиливает микроциркуляцию крови. Ну, в общем, шикарное средство. Все. Далее я таким же образом начинаю через сисечку добавлять вот уже в крахмал и глину. Здесь, понимаете, главное не переборщить. Здесь нет какой-то меры конкретной. Да, я не могу сказать сколько. Я уже это делаю на глаз, добавляю до тех пор, пока меня не устроит оттенок. Опять же сразу хочу оговориться, не будет такого оттенка, как у покупных пудр. Да, не будет какого-то там конкретно коричневого. Нет, ну если может быть совсем очень много добавить, я не знаю. Я лично довожу до такого состояния, знаете, телесного оттенка. И хочу предупредить вас всех, что через какое-то время, где-то через, может быть, полчаса, минут через двадцать после того, как вы приготовите эту пудру, она у вас потемнеет немножко. Потемнеет, да, где-то на полтона. Вот, поэтому вот в данном случае, видите, я как бы решила остановиться вот на таком оттенке. Просто камера не совсем верно, мне кажется, передает. Она у меня получилась, в принципе, такого чуть светлее телесного цвета. Ну, через полчаса она у меня уже приобрела именно такой конкретно телесный оттенок. Но на лице, я еще раз говорю, она не оставляет какого-то конкретного тона. Она универсальная, она подстраивается под цвет тона кожи. Далее, видите, я пересыпаю в пустую баночку. У меня как раз есть такая емкость от использованной пудры от фирмы MAC. Очень удобная, ну, видели, да, с дырочками вот эта штучка. В принципе, такую емкость можно купить в любом косметическом магазине. Продаются такие новые пустые баночки. Ну, вот консистенция. Ничем не отличается от покупной. Абсолютно ничем. Прекрасно ложится. Не оставляет, знаете, такой след, чтобы муку нанесли на лицо. Ни в коем случае нет. То есть она не то, чтобы сильно как-то маскирует, я не могу сказать, но она очень хорошо матирует. Она прекрасно впитывает всякие вот излишки вот этой сальных наших, понимаете, выделений. Придает такую какую-то свежесть, что ли, лицу. Не знаю, мне очень нравится, как она лежит. И сейчас я вам покажу, ну, просто как бы доказательство того, что она действительно нормально ложится и нет такого ощущения маски там какой-то на лице или какой-то, что у вас там пудра нанесена. Ничего подобного этого не видно абсолютно. Вот, но при этом, вы знаете, я очень люблю такую пудру использовать, потому что я уверена в ней. И мало того, что она выполняет свои прямые функции, она еще и работает на нашей коже и даже ее лечит. Ну вот, дорогие мои, увидели вы процесс приготовления вот этого чудо-средства. Как вы понимаете, ничего абсолютно сложного нет. И, вы знаете, по крайней мере, вот лично я очень довольна, потому что она несет мало того, что все свои основные функции, как пудра, так это во-первых. А во-вторых, вы знаете, я вот просто уверена в ее составе. И я понимаю, что туда входят исключительно полезные компоненты, не вредные, никаких консервантов. В общем, все натуральное. Вот, поэтому я довольно рекомендую, попробуйте. Все вы видели очень просто, доступно и понятно. Так что, если вам это видео показалось информативным, ставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Кто впервые заглянул ко мне в гости, подписывайтесь, оставайтесь с нами. Ну, а на этом позвольте мне с вами попрощаться. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok